А мы находимся сзади заседания Балаковского политехнического техникума, где совсем скоро начнется научно-популярная конференция «Вадор для жизни». Давайте узнаем, что же приготовила для нас это мероприятие корреспондента Балаковского репортера уже тут. Саратовская ГЭС в этом году отмечает свое 50-летие. И вот с празднования Дня воды мы начали серию мероприятий, посвященных нашему юбилею. Небольшая презентация специалиста ГЭС Ирины Егоровой окунула участников в тему «Зачем нужны водохранилища?». Но ученики энергокласса вместе со своим руководителем Николаем Андреевичем Устиновым точно знают ответ на этот вопрос. На конференции Виталина Журавлева и Мария Донцова представили свои изобретения, на которые получили патент. И если они пройдут всероссийский этап вводного конкурса, то поедут представлять Россию в Стокгольм. После мероприятия состоялась пресс-конференция, где девушки ответили на все вопросы про свои микрогэс. Ссылка на полный выпуск пресс-конференции в описании. А Балаковский политехникум тоже умеет удивлять. Студенты Балаковского политехнического техникума протестируют в рамках программы «Контрольная закупка» несколько фильтров для воды, расскажут, какие из них лучшие, и покажут несколько опытов с водой. Фильтры для воды прошли серьезный контроль. Сначала было народное голосование, а затем каждый из конкурсентов прошел проверку качества в лаборатории. А во время рекламной паузы ученики школы номер 15 и юные журналисты поучаствовали в конкурсе для зрителей и выиграли памятные призы. Опыты, которые проводили студенты, были разнообразными, но все они были связаны с водой, которая находилась как в жидком, так и в твердом состоянии. В следствии мы видим, что ни одна жидкость не перемешалась, не перемешалась потому, что каждая жидкость имеет свою плотность. Вода — это действительно очень-очень ценный ресурс, из-за него борются во всем мире. А наш город Балаково называют Бубской Венецией, потому что помимо реки Боги у нас есть еще порядка десятка водоемов. И мы с вами, как никто, должны ценить такое богатство, как питьевая вода. Итак, я поздравляю вас с этим праздником и призываю вас ценить и беречь новые ресурсы. С вами была Валерия Козырова, специальный корреспондент канала «Балаковский репортер» и видеооператор Ксения Зацаринина.